всем привет друзья это очередной рассказ о всяких разных аферистов вот у меня нет разоблачительного видео но рассказать о своем горьком опыте общение с ними я конечно не терял больших сумм мелкие суммы были вот но я допустим на тот момент когда с ними сталкивался я не думал что это имеет элементы вот это вот аферизма да но как оказалось потом сейчас это этим пользуется очень много всяких разных фирм в германии десятки этих фирм которые вот нечестно пытается навязать свои услуги умалчивая о чем-нибудь вынуждая или подводя человека к тому чтобы он подписал контракт или даже его обманывая используя аудиозапись которая на тот момент когда я попал на один из сервисов в то время они только-только начали появляться это от ансу найнс интернет провайдер который у меня на тот момент был вот и сейчас он есть только на на телефоне вот и тогда инсу найнс он присылал всякие разные рекламки как допустим вот такая рекламка которая приходит вам или по почте или может в письме вот на ней есть какие-то промо коды в общем этим самым они оптимизируют или повышают вероятности покупки на их сайте на вдруг вы забыли что-то да не вам просто нам просто напоминает показывая всевозможные там скидки вот ну и тут то же самое значит не слали слали нет никакой видать реакции от клиентов они решили обзванивать и на тот момент только-только начала появляться значит так такой сервис как запись телефонного разговора а я хочу уточнить и повторить о том что в данное время через телефон предоставляет рекламу запрещено законом но вы контракты можете заключать по телефону достаточно вашего согласия и на ваше имя будет составлен контракт вот телефонная запись предоставляется фирме если вы разговаривали с какой-то с каким-то телефона центром то они все это записывают они вас предупреждает или могут не предупреждать совершает разговор так что вы соглашаетесь да говорите да заключается договор и вы потом становитесь счастливым обладателем письма в котором предупреждает о том что вы вот договорились о чем-то да вы как говорится не не слухом не духом но вот так вот получилось вот мне значит а танцы на ins тоже было предложено воспользоваться один месяц бесплатно таким сервисом на котором можно было смотреть фильмы и мультфильмы какие-то серии те которые когда-то прошли по немецкому телевидению но их можно допустим посмотреть было там сервис это только-только начинался сейчас он и сейчас он существует но я не знаю конечно условий но на тот момент условия там были драконовские по сравнению с сегодняшним нетфликсом на нетфликсе очень выгодные опять нет опять же в любое время вот и поэтому этот допустим сайт да или эти услуги они очень популярны среди всех нетфликс или там amazon prime но на нетфликс вообще наверно впереди всего но вот и цена еще устраивает а на тот момент макс доме что-то было абонентская плата ежемесячно около 20 евро ну в общем они мне предложили месяц использую до бесплатно вот на это бесплатная и купился оказывается друзья надо было потом почитать условия договора оказывается когда вы берете все это бесплатно вы должны вовремя написать книгу до расторжение договора вот по условиям договора вы должны за значит писать вот этот расторжение за месяц до истечения срока один календарный месяц вам на месяц предоставляется бесплатно в общем представляете было так сделано что если вы берете сегодня на один месяц то вы сегодня должны писать этот книг сразу вот и на этом то все и строилось в общем вам не предоставляли никакой дополнительной информации вам об этом никто не говорил и вы соответственно думали а я сделал я потом разберусь но уже допустим на следующий день это было уже делать бесполезно автоматически весь контракт продлевался на два года ежемесячно вы платили в за это вот херню 20 золотых ваших евро вы отрывали их от сердца то же самое произошло со мной вот но на тот момент на тот момент я думал что ну это я сам виноват что в этом не было никакого подвоха мне надо было самому разобраться оказывается оказывается об этих всех случаях предупреждали предупреждают и надеяться что в дальнейшем ну как бы люди тоже будет прислушиваться потому что это самый наверное действенный способ с помощью которых можно был будет человеку втюхать какой-то ненужный фертрак до который он будет оплачивать на протяжении какого-то времени просто-напросто вы являетесь работодателем для каких-то не чисто плотных на руку фирм да это может делать любая фирма да эти способы не запрещены законом по закону совести это конечно не хорошо это все плохо но то что не запрещено законом то разрешено значит можно этим пользоваться в общем если соблюдена определенная законность то вы не можете ничего сделать также допустим я у них брал как он задан домеин до домеин вот тоже мучился в течение какого-то времени вот тогда когда от них начали отписываться массово люди до прекращать с ними всякие разные партнерские отношения вот они что еще сделали аэнсу на это не ввели такую фигню в общем везде а на разных сайтах на телевизионных как говорится странах вот и телевизионных фирмах вы могли книгу с онлайн достаточно было заполнить определенную форму вот отправить это все поймаю сделать какую-то электронную там это но когда вы пишете письмо со своей комнаты да это вводя логин и пароль да ну это понятно что от вас это приходит но этого оказывается недостаточно вот и они требуют чего если вы написали допустим в электронном виде расторжение договора то они требуют что в течение в течение 14 дней вы должны им перезвонить вот я когда пытался что-то расторгнуть с ним какой-то договор ну вот не обратил на это внимание ну вот а там это было написано потом когда я позвонил и спрашиваю почему вы снимаете деньги они говорят ну вы же не позвонили как мне позвонил вот я сейчас звоню ну вот потом когда до меня дошло оказывается что вот я еще не выполнил вот такую вот часть условия вот этого договора вот и не могу просто-напросто расторгнуть договор вот я потом уже да действительно через четырнадцать дней не честь 14 в течение этих 14 дней я им перезвонил и тут началось а почему вы уходите да вот достаньтесь давайте мы вам это в общем когда вы решили от них уйти окончательно вы на них конкретно обиделись на на вас начинается вот это психологическое давление почему зачем выдавать думаетесь призывает тому к другому но как бы тоже они не переходят грань поэтому я с легкостью расторгнул договор потом расторгнул договор и об интернет провайдере оставил только вот то есть существует до сих пор сотовый телефон на котором у меня ну вот карточка от них вот и на сегодняшний день она ну является ну для меня сама такой оптимальный можно было конечно еще дешевле тариф выбрать немножко дешевле было бы звонить вот но lte тариф у меня не знаю в сотовом телефоне если это lte вот короче обычный тариф и 20 гигабайт интернета ну вот а можно было взять дешевле и 40 вот но они вас подключает не допустим не vodafone и плюс не d1 d2 или как там они тогда вас теперь подключают коту в общем они тоже являются как бы посредниками и как бы знаете здесь проходит такая манипуляция я в общем хочу получать услуги от ансунайнс это дочка дочи телеком вот они вас как бы переключает на эту у которых связь хуже чем допустим vodafone и дочи телеком